Ассалям алейкум, дорогие друзья, с вами злой Киргиз Александр Ронкин, и со мной сегодня в студии ТОН-ТВ политолог-культуролог Давид Эйдельман, который думает, что он мне сегодня расскажет что-то новое про антисемитизм. Боже мой, я вырос в стране, где антисемитизм был, государственная религия, назовем это так, и чего я не знаю про антисемитизм, я не знаю. Так чего я не знаю про антисемитизм? Во-первых, у Алейкум Масаром, во-вторых, если ты злой Киргиз, я буду добрый бухарец, чтобы уже было так. В-третьих, мы тут вообще не про Советский Союз говорим, мы говорим то, что у нас в последнее время в нашем Израиле идет такой бурный поиск антисемитов. У нас, мы видим, есть целое сообщество в Фейсбуке, которые закрытые, которые делают скрины, сообщают, собирают информацию для передачи ее в полицию. У нас недавно на Рэшетбет... Это информация об антисемитах, да? Да, ну, например, я антисемит. Вот я по их версии... Ну, я тоже точно. Да, прохожу в антисемитах стопроцентно. Есть такая сообщество, светская дискуссия, которые я буду полностью выслать из Израиля. Я видел вот такие большие транспаранты в Фейсбуке, вывешенные, сделать выборы открытыми. То есть, если я правильно понял, есть целая группа в Израиле, которые, как бы, вот такие группы, я не знаю, штукачей или штурмовиков, или штурмовиков... Это бывшие ГБшные штукачи, переквалифицировавшиеся. Которые выискивают антисемитов, отслеживают их для того, чтобы собрать информацию, сдать их всех над скобом куда-то в собак, и на основании того, что мы не любим еврейский народ, высадки страны. Да, высадки страны. Нет, тут вопрос, кого у нас, я не понимаю, потому что, допустим, я вижу большой такой плакат в Фейсбуке, сделать выборы открытыми и высадить из Израиля всех, кто голосовали за антисемитскую партию. Там, допустим, в НДИ или в Кахоль-Лаван, там две антисемитские партии у них есть. Там, этот, вы депортируете Израиля всех членов такого-то сообщества в Фейсбуке. Я в одном сообществе обнаружил, что люди там готовы собрать деньги на мою депортацию. Я бы деньги взял, но депортироваться отказываюсь, потому что это гораздо в большей степени моя страна, чем их, мне так кажется. И вот тут вопрос о употреблении всех понятий. У нас недавно главный сифарский раввин выступил. А по каким критериям они находят антисемитов? Если, допустим, представить себе, что у этих людей есть такой шалон, такая анкета или такая пустографка, как говорили. Вот что там должно быть? Значит так, дома говорить по-русски, галочка. Пьёт водку, галочка. Нет, я думаю, что большинство этих людей, которые ищут антисемитов, они на иврите, если и говорят, то с большим трудом. Они тоже переписываются в русскоязычном Фейсбуке. Нет, тут у них политическое. А сомневаешься в том, что Менемин Натаньяго святой, и его преследует прокуратура зря, галочка. Сомневаешься в том, что его правительство состоит из святых людей, и того же Ариидели преследует зря, галочка. Выступаешь против того, чтобы государственные бюджеты утопили в МИКВе, галочка. Выступаешь против того, чтобы бюджеты министерства утопили, ну, закопали под фундаментом синагоги, галочка. И поддерживаешь там, я не знаю, Лапида, галочка. И так далее. Тут идёт достаточно много галочек именно по политическим соображениям. А есть ещё хороший способ. Вот мне сейчас пришло в голову. Да. Если у входа в Тифтам, допустим, или какой-нибудь Кешетамин, или другую популярную каширную сеть, не говоря уже о всех русских маколитах, установить камеры с системой распознавания лиц. Я думаю, очень многие из тех, которые собирают информацию, туда попадутся. Нет, вопрос не в этом. Смотри, а вот у нас же не только они, не только русскоязычные. Тут есть и харидим, которые постоянно говорят об антисемитах. Вот недавное выступление главного сифарского раввина о коммунистах, которые ходят в церковь. И уходят в монастырь. У него очень своеобразное представление о коммунистах. Я вот для себя так задал вопрос. Вот, а кто такие антисемиты и кто такие не антисемиты? Антисемитизм, вообще, слово возникло в конце 19 века, кстати говоря, по отношению к светским евреям. Евреи и в религиозных преследовали тысячелетия, и наши предки все были религиозные, иначе бы мы бы не родились от них. Но вот когда появился светское еврейство, появился антисемитизм. Антисемитизм – это последование именно светских евреев по расовому признаку. И вот я думаю, кто такой в Израиле антисемит? Антисемит в Израиле – это тот, кто считает, что еврейство можно установить проверки ДНК, что еврейство – это раса, что нужно делать гиюр яйцеклеткам и за донорским яйцеклеткам, детям из пробирки или еще что-то. Вот они как раз прямые наследники, те, кто измеряли череп циркулем или линейкой, да? Вот именно они. А во-вторых, я считаю, извините, пожалуйста, сами вы антисемиты. Что такое антисемит? Антисемит – это тот, кто делает зло государству Израилу. И не антисемит, это тот, кто делает благо. Ну, это твоя версия. А вот скажи, пожалуйста. А ты с этим не согласен? А скажи, пожалуйста, а почему нас, я имею в виду, тебя, меня, моих зрителей в Израиле и всех, так сказать, русских антисемитов, которые приехали, и гоев, которые приехали в страну, почему это нас так должно волновать, что какой-то орав, что-то там брякнул. Мы живем себе, строим свою жизнь, строим, как бы, строим эту страну. Наши дети занимают серьезные места. Наши дети делают открытия, снимают кино. Создают какие-то стартап-конторы. Служат в армии и так далее, в отличие от его детей. На которые вот эти вот все искатели антисемитских генов, собственно говоря, и живут. Почему нас должно было это волновать? Сколько их там? Во-первых, их достаточно много. Знаешь же, сегодня кто-то написал, пусть Раф был неправ, но виновен ведь не Раф. А тот, кто крикнул из ветвей, что Раф большой, ему видней. А у нас есть политические партии, которые помогают, что нужно прислушиваться Рафом и Дискравом, и делать так, как они говорят. Правильно? Смотри, у нас есть огромное количество чиновников высокого ранга. Большинство из них, конечно, не хочу никого обидеть, но большинство из них выходцы из определенных общин, которые ходят к Рафом, как я не знаю, как Брежнев ходил к Джуни, да, посоветовался по каждому поводу. Мы слышали о большом полицейском чиновнике, который ходил к Рафу, узнавал от него, что ему делать дальше, а взамен рассказывал ему полицейские секреты. И мы знаем еще о других больших чиновниках, руководителях страны, которые по религиозным праздникам едут поклониться там могилам каких-то гервишей, определенных еврейских гервишей, да, и при этом считают себя современными людьми. Ну, Господи, Боже мой, по-моему, это нормально. Страна делится. Нормальная часть населения и фанатичная часть населения. Извини, пожалуйста, страна, конечно, делится, но вот я хотел сделать прививку своему ребенку. А вакцина закончилась, потому что господин Литцман, который возглавляет в Министерстве здравоохранения, он так делит бюджет между своими, что на вакцинации много не остается. Он предлагал судить за ней вакцинацию, а одновременно вакцины не закупил. У меня сейчас лежит уже неделю ребенок с очень тяжелой версией гриппа. И я не могу сказать, что вот в Раф Литман, я могу как-то от него отделиться. Нет, я не могу. Пошлось задать тебе грубый вопрос. Так может быть твой ребенок антисемит? Ну, я не знаю. Или Раф Литман антисемит. Мне скорее легче представить, что Раф Литман антисемит. А как вы могли сказать? Что Смотрич антисемит с коллапсом на дорогах. Что Мир Регев, который воюет с еврейской культурой, антисемитка. У нас вообще правительство антисемитов, который ведет с нами войну. С моей точки зрения это так. Смотри, антисемит, сейчас кто главный антисемит в хоридимном прессе? Вот я посмотрел перед этой программой огромное количество хоридимных изданий. Хоридимных просто насводят не только ортодоксальных, то есть ультравилигиозных. Главный антисемит Саша Кушнир, бывший директор министерства абсорции. А сейчас это депутат Неста. Я прошу прощения. Саша Кушнир? Ему сейчас... Ему 40 лет. Несколько диктов. Приехал в 13 лет. С 13 лет начал работать. Работал на мусорной машине с 3 часов ночи до 7 утра. Потом приходил домой, мылся и быстро бежал в школу. Служил в Гевате. Был офицером в Гевате. Служил в Шабаке. Потом служил в Шабаке. Работал представителем оборонной промышленности. Был во главе спецслужбы на ТИФ. Но проблема в том, что он еще... Кто из его критиков... Был один из руководителей Министерства абсорции, которое... Которое намного лучшего. ...в целом антисемитской, да? Я не знаю, оно вроде бы действует по законам, которые приняли под давлением тех же актодексов. В той биографии, которую ты рассказал о Саше Куснире, к которому я отношусь с большейшим уважением, из нее абсолютно возникает, что Саша Куснир, да, антисемит. Но я... Почему? Служба Гевате делает человека... Или служба в Шабаке, или руководство нативом. Но если не антисемиты, это вот такие, как Раф Авадий Иосиф, правильные евреи, как Раф Авадий Иосиф, а антисемиты такие, как Саша Куснир, то я, Ронтин Александр, злой киргиз, хочу быть с этими антисемитами. Я бы скорее объявил антисемитами тех, вот этого Абдаллаха Иосифа, который в Израиле стал Владимир Иосифом, его настоящее имя Абдаллах Иосиф, да, который из Израиля стал Владимир Иосифом. Чем это это... Я думаю, что скорее антисемиты они. Антисемиты это те, кто наносят вред израильскому государству. И в этом отношении мне понятно, кто антисемит, а кто нет. Я вообще, на самом деле, если говорить серьезно, я шучу, 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 но это не значит, что мне не больно. Если говорить серьезно, то главной и, по-моему, самой важной целью любой светской политической партии сегодня это должно быть отделение религии от государства. И как только появится партия, которая всерьез повесит на свои знамена лозунг о таком отделении, я думаю, ей обеспечена победа и огромное количество голосов. И, как говорят наши братья религиозные, оливай. То есть дай Бог, чтобы так было. Дай Бог. Спасибо, Саша. Спасибо большое. С вами был злой киргиз Александр Ронкин. И моим гостем сегодня был известный политолог и культуролог Давид Ильдельман. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok